В Атлантическом океане бушуют уже три урагана, включая Ирму пятой категории мощности. Тропический шторм Катя, образовавшийся в Мексиканском заливе, обрёл мощность урагана. Скорость вихревых потоков в районе циклона достигает 120 км в час. По прогнозам метеорологов, в течение двух дней ожидается очередное усиление порывов. В настоящий момент ураган Катя находится у берегов Мексики и движется на юго-восток со скоростью 4 км в час. Такой же прогноз дают относительно тропического шторма Хосе, который также усилился до урагана первой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре возросла до 120 км в час – 33,3 метра в секунду. Накануне Национальный центр предупреждения ураганов присвоил урагану Ирма максимальную категорию. По последним подсчётам экспертов, эпицентр урагана скорее всего придётся на самые густонаселённые районы штата Флорида, включая город Майами и череду городов, расположенных к северу от этого города. Ураган вызвал повышение уровня моря на 5 метров, а в прибрежной зоне высота волн достигала 12 метров. Менее чем за сутки выпала трёхмесячная норма осадков. Ураган Ирма практически уничтожила острова Барбуды и Сен-Мартен в Карибском море. На французской части острова Сен-Мартен мощная стихия уничтожила 95% инфраструктуры. На острове Барбуды разрушено 95% инфраструктуры и полностью уничтожено 30% объектов. В четверг тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико. В результате удара стихии из строя выведено 74% всех электросетей. Без электричества остались более миллиона человек. С жертвами урагана Ирма могут стать 37 миллионов человек, заявили в ООН. Как говорится в докладе учёных «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, история учит, что отсутствие единения человеческого общества на духовно-нравственных основах и совместных действий людей на планете, континенте, регионе в отношении подготовки к крупномасштабным катаклизмам и бедствиям приводит в результате к уничтожению большей части этих людей, а выжившие умирают от неизлечимых болезней, эпидемий, самоуничтожения в войнах и междоусобицах, в борьбе за источники жизнеобеспечения. Беда, как правило, появляется внезапно, порождая хаос и панику. Только лишь заблаговременная подготовка и единение народов мира перед грозящей природной опасностью даёт человечеству большие шансы на выживание, и совместное преодоление трудностей в эпоху, связанных с глобальным изменением климата планеты. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.